Продолжение следует... 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 Спасибо. И в качестве соисполнителя наряду с Центром оценки качества образования по мероприятию 5.1 между нами с Центром оценки качества была поделена ответственность за реализацию плана мероприятий по развитию национальной региональной системы независимой оценки качества общего образования. Если говорить про мероприятие 5.1, то в рамках него в прошлом году был достаточно большой объем работ совершен при участии специалистов Центром оценки качества. В том числе разработаны 4 программы повышения квалификации. Общая тематика программ была посвящена оценению образовательных результатов обучающихся и поддерживающему оцениванию, о котором мы достаточно часто говорим на всех мероприятиях, где представляется региональная образовательная политика. Было приведено повышение квалификации. Более чем 330 слушателей прошли повышение квалификации по этим новым разработанным программам. Было приведено 5 вебинаров. Если вы посмотрите на экран, то вы увидите тематику вебинаров. Тематика их была во многом посвящена работе с теми образовательными результатами, которые фиксируются независимыми оценочными процедурами, проводимыми Центром оценки качества. И почти в финале года, в конце ноября, был приведен форум эффективной практики внутриклассного оценивания с количеством участников более 250 человек. Теперь я подробнее перейду к мероприятию 2.4, поскольку и в 2017 году мы продолжаем реализовывать это мероприятие, федеральный целевой программ развития образования на территории края. И сразу скажу о том, что направления реализации будут такие же, как и в прошлом году, но лишь поменяется некоторая специфика, некоторые особенности, некоторая новизна появится. О этом скажу чуть позднее. Задача наша в рамках мероприятия 2.4 стать таким регионом, который осуществляет функции консультанта. Как внутри себя мы оказываем, как стажировочная площадка, конституционную функцию, так и, собственно говоря, сотрудничаем с другими регионами в стране по реализации направлений, связанных с модернизацией, содержанием технологий обучения и реализацией новых стандартов. Для такого более ясного понимания о том, как работает программа в части мероприятия 2.4, приведем к этому следующий слайд. Надо сказать, что что значит, что мы реализуем федеральную целевую программу. Мы реализуем как за счет наших региональных средств, так и за счет средств федеральных субсидий. И существует некоторое правило, по которому средства региональной субсидии мы должны в крае, и мы это сделали в 2016 году, в таком процентном соотношении поделить на решение трех разных задач. Одна задача связана с разработкой концепции модернизации конкретных предметных областей. Это большая задача на уровне федерации. Наша задача была связана с тем, чтобы мы обеспечили обсуждение новых концепций, которые появляются по предметным областям, ниже вы видите по каким. Эта же задача связана с таким направлением работ, как повышение квалификации, как педагогов из нашей территории, так и педагогов из других регионов России в области метапредметных компетенций. И это же направление предполагает, что мы будем развивать у себя в крае такую работу, как создание сетевых методических объединений педагогов. Второй большой пласт работы связан с обновлением инфраструктуры общего образования и созданием современных условий в школьных библиотеках. Поэтому вы видите, что 55% субсидий, которая была направлена в прошлом году в край, оно пошло на обновление содержания библиотек. Ниже я скажу о результатах этого направления работы. И 7,5% это те средства, которые пошли на организацию адаптивных образовательных программ и на работу в этой части. Теперь я по каждой из этих частей постараюсь чуть конкретнее становиться. Такая большая часть, связанная с разработкой новых концепций предметных областей, она, конечно, напрямую связана с задачей введения новых федеральных государственных стандартов. Я вот здесь продемонстрировала это на слайде, но мне кажется, что на этом слайде было бы подробнее связь между федеральными стандартами и идеей, связанной с созданием и разработкой концепции преподавания отдельных предметов. Вы видите, что федеральные стандарты предполагают ряд требований к условиям, структуре образовательных программ, консультантам. На основе этих требований формируется основная образовательная программа, которая должна реализовываться и на основе адекватных дидактических принципов, и выделены должны быть дидактические единицы, и должны быть более четко и ясно определены предметы и результаты. Что на самом деле сейчас в тех текстах федеральных стандартов, которые есть, надо сказать, что является дефицитарным. Поэтому идея проявления концепции преподавания отдельных предметов, она связана как раз с рефидацией вот этих дефицитов в условиях такого серьезного обновления, как образования, так и вообще обновления подходов и представлений образовательных результатов. Если говорить про то, что у нас сейчас на данный момент с новыми концепциями, то вы, наверное, знаете, что первыми появились концепции развития математического образования, законно-исследовательный историко-культурный стандарт. А в 2016 году появились проекты новых концепций общества знаний, географии, технологии физкультуры и искусств. Если две первых концепции уже фактически реализуются и нормативная реализация обустраивается, то появившиеся в 2016 году концепции продолжают обсуждаться активно. И вот мы создали сетевые методические объединения педагогов по этим предметам, которые тоже участвуют в обсуждении. Ну вот такова судьба. Более того, на уровне федерации проходят съезды ассоциаций по педагогам по данным предметам, где также идет обсуждение концепций. Ну и надеемся, что в скором времени каждая из этих концепций будет утверждена и фактически будет существовать как руководство к действию преподавателей. В 2017 году, то есть уже в этом году, и это как раз и будет являться основным направлением работы Института как стажировочной площадки по мероприятию 2.4, будет осуществлена разработка концепций таких предметов, как физика, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, иностранный язык. И, собственно говоря, обсуждение этих новых концепций мы должны будем организовать у себя в крае. В 2017 году. Вот на данном слайде представлены виды работ, которые мы должны были осуществлять в рамках реализации и обсуждения новых концепций. Среди них, как вы видите, я уже говорила, повышение квалификации как наших педагогов, то есть педагогов красноярцев, из Красноярского края, так и педагогов из других регионов. И вот сами мероприятия по обсуждению этих концепций. На следующем слайде вы видите перечень результатов, которые мы получили в течение прошлого года. Я не буду на нем останавливаться подробно. Вы увидите, что были проведены мероприятия, есть стимулировочные объединения, здесь участвуют педагоги. Мы пойдем дальше. Вот мы пойдем дальше, потому что дальше мы посмотрим на вторую часть. Вы помните, она там на слайде была таким большим прямоугольничком выделена. Эта часть связана с созданием школьных информационно-библиотечных центров. Здесь, если вы посмотрите на результаты, то, ну, самым главным, наверное, на результаты, кроме всяких подготовительных работ, как то анализ существующих моделей школьных библиотек, разработка разного рода конкурсной документации. Самым главным, наверное, стоит считать то, что мы смогли провести конкурс. Мы 15 школьных информационно-библиотечных центров новых создали за счет федеральной церковной программы в прошлом году в Красноярском крае. И это те библиотеки, которые должны начать работать по-новому. Для того, чтобы поддерживать начало такой новой качественной работы, как содержательной, так и по организации инфраструктуры внутри школы, созданность вометодическое объединение школьной библиотеки 21 века, как и все другие методические, сетево-методические объединения, оно представлено на сайте дистанционного обучения Красноярья, который расположен как один из элементов сайта КРО Института повышения квалификации. Вот он, перечень тех 15 школьных информационно-библиотечных центров, которые мы рассмотрим не только как центры, действующие внутри своей школы, но и как центры, которые охватывают работу как минимум микрорайонов, близлежащих школ и создают дополнительные возможности не только для своих учеников, но и для учащихся других школ. В части работы, связанной с модернизацией реализации адаптивных образовательных программ, тоже выполним целый перечень работ. Не буду на нем подробно останавливаться, поскольку время у меня уже практически ограничено. Я перейду к нашим планам на 2017 год. В 2017 году Красноярский район будет повышение квалификации в рамках соглашения, которое заключено между правительством Красноярского края, Министерством образования Российской Федерации, и по приказу Министерства образования Красноярского края является стажировочной площадкой по двум направлениям федеральной целевой программы развития образования. По двум мероприятиям. 2.2 – это повышение качества образования в школах с низкими результатами изучения, в школах, функционирующих, в благоприятных социальных условиях. И об этом подробнее пойдет речь далее. И по мероприятию 2.4, извините. Здесь я не буду конкретно что-либо говорить, потому что те направления, которые были в 2016 году, у нас сохраняются. Концепции, те предметы, по которым будут разрабатываться новые концепции, у нас я называла. Добавлю лишь то, что в планах по этому подмероприятию у нас создание еще пяти новых школьных инновационно-библиотечных центров. Ну и в завершении. Хотелось бы... Не получается, как-то у меня здесь... Да, последний слайд, на котором... Не судишься, помочки. Ну, вот, а, да, спасибо. Ну, вот, собственно говоря, вот такой слайд, который, как мне кажется, важно снова повторить, но мы его очень часто использовали, потому что на нем отражаются три больших краевых проекта, три направления работы. И если говорить про мероприятие 2.4, то, наверное, оно в большей степени соотносится с двумя краевыми проектами, связанными с управлением качества образования и развитием профессиональной карьеры. А мероприятие 2.2 как к первым двум, так и к третьему краевому проекту большому территориальной программы сетевые кооперации, потому что так как выстроена, если я не ошибаюсь, работа в проекте по повышению качества школ с низкими результатами, и школ, находящиеся в сложном социальном контексте, это, в общем, работа, которая должна осуществляться и в рамках территориальных программ и муниципальных проектов. Поэтому я здесь ставлю точку представляю то, как мы разворачивали федеральную программу в прошлом году, как мы ее планируем делать, осуществлять в этом, и передаю слово своим коллегам, которые уже подробнее расскажут о том, как будет организоваться мероприятие 2.2 федеральной цивилизации программы в 2017 году на территории Красноярского края. Спасибо, Лариса Ивановна. Здравствуйте, дорогие участники вебинара. Очень радостно видеть вашу активность и особенно радостно видеть те муниципалитеты, с которыми уже у нас идет взаимодействие относительно школ с низкими результатами и школ в сложных социальных контекстах функционирующих. Содержание 2.2 ФЦПРО обозначено как повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. Лариса Ивановна уже говорила о тех региональных проектов, которые реализовываются в Красноярском крае. Я бы еще добавила тот проект, который связан с внедрением в ГОС, потому что очень хорошие есть наработки в Красноярском крае со школами на уровне муниципалитетов. И, собственно, 2.2 ФЦПРО, оно может наслужить как раз некой точкой сборки всех тех хороших практик, которые были выявлены в результате реализации краевых и федеральных проектов. И положительных практик, положительного опыта и распространению их уже адресно на, собственно, заявленные школы. Непосредственно адресатами программы, реализуемой в рамках 2.2 ФЦПРО, это школы с низкими образовательными результатами и школы, функционирующие в сложных социальных условиях. Акцент нами, институтам повышения квалификации, как координирующим органам в этой проекте, сделан на те школы, которые находятся на пересечении этих двух контекстов, то есть и с низкими образовательными результатами, и в сложных социальных контекстах. При том, что те заделы, которые были сделаны в 2016 году, возможно, больше акцент делался на сложные социальные условия и такую хорошую лидерскую позицию руководителей образовательных организаций и поддержку муниципалитетов, то есть мы это продолжаем уже в рамках деятельности нашего института. Помимо непосредственных адресатов программы, есть еще участники, и участниками проекта являются Министерство Красноярского края, Институт повышения квалификации, ЦУК, который непосредственно ведет и контролирует те результаты, анализирует, и школы с высокими образовательными результатами, потому что их роль достаточно важна в рамках данного проекта, так как они видятся как школы-доноры или школы-наставники для, собственно, школ с низкими результатами и сложными контекстами. Основная цель, такая миссия проекта, это помощь и поддержка школам, находящимся в неблагоприятных социальных условиях, под которыми понимаются как внешние условия, это социально-экономические неблагополучные районы, социально-экономически неблагополучные семьи, то есть такие внешние условия, территориальная доступность, точнее ограниченность территориальной доступности или тупиковость нахождения этих школ, и, соответственно, такая ментальность тупика и без видения будущего развития. И внутренние условия, которые есть в этих школах, их малокомплектность и относительно низкий профессиональный уровень педагогического состава. Проект направлен на то, чтобы преодолеть разрыв возможностей, которые есть у обучающихся в школах с такими негативными данностью, и в школах, которые находятся в более благоприятных условиях. И повышение педагогического и ресурсного потенциала школ, поведение ее на уровень информационно-коммуникационного центра, что очень важно часто бывает для данной территории. Вот вам, как представителям муниципалитета, это особенно известно, когда школа порой является фактически не только местом, где ведется образовательная деятельность, но и также единственным местом, где и можно проводить досуг, фактически единственным местом, где предлагаются услуги по дополнительному образованию. Сформировалась региональная нормативная база, как государственная программа Красноярского окраина, которая опирается в проект развития образования, также стратегия социально-экономического развития, в котором это направление обозначено. На уровне распоряжения правительства принят комплекс мер, который направлен на создание условий для получения качественного образования в школах со стабильно низкими образовательными результатами. И уже назывался кровопроект территориальной программы и сетевые кооперации, в котором тоже есть хорошие заделы для реализации 2.2 ФЦПРО. И на уровне муниципалитетов есть часть муниципалитетов, которые неформально относились к разработке стратегии социально-экономического развития, и в части развития образования заложили, собственно, вот эти сложные контексты и наличие школ с низкими образовательными результатами, как направление деятельности, направление развития образования. Есть межмуниципальный проект «Качественное образование в школах с разными социальными условиями», который, собственно, тоже очень хорошо ложится в направление 2.2 ФЦПРО. И в ряде муниципалитетов приняты программы, проекты, направленные на выравнивание возможностей, но в частности в Красноярске есть достаточно хороший уже наработанный опыт по реализации проекта «Красноярск-город равных образовательных возможностей». В рамках направления качество образования рассматривается в нескольких аспектах. Это как качество целей, которые ставит перед собой образовательная организация. И, конечно, хотелось бы обратить внимание вас, как учредителя образовательных организаций, на то, что эти цели должны быть прям реально зафиксированы, а это влечет необходимости относиться к локальным актам, которые появляются как на муниципальном уровне, так и на школьном, неформально, а, собственно, очень деятельностно, чтобы эти документы были в помощь развитию образовательной организации, ее деятельности. Это качество условий, ну, как я говорила, внешних и внутренних, которых функционирует организация, качество образовательного процесса и качество конечных результатов, под которыми имеются не только данные ОГЭ, ЕГЭ и ККР, а также и, собственно, активность выпускников, когда на уровне муниципалитета есть возможность отслеживать будущее выпускников девятых классов, идут ли они дальше, уровень посещения образовательной организации, участие в конкурсах, олимпиадах. И, конечно, результаты имеются в виду не просто предъявляемые требования, а требования к образовательной организации с учетом тех социальных контекстов, или так называемого индекса социального благополучия или индекса социальных условий, который учитывается при определении ожидаемых результатов в каждой конкретной школе вот с учетом ее особенностей. И, соответственно, здесь ожидается, что на уровне муниципалитета это может быть отражено и в госзаданиях образовательной организации, и в работе, ну, вот когда такой... формулируется индивидуальный подход каждой образовательной организации. И ее результаты оцениваются применительно к себе самой, но в прошлом периоде. Несколько направлений проекта в рамках 2.2 ФЦПРО это нормативное обеспечение, которое предполагает, что на уровне вот каждого участника появляются нормативные документы, которые определяют объем обязательств, определяют порядок взаимодействия и определяют, ну, то есть конечные результаты. Вот. Это направление, связанное с кадровым обеспечением, и, собственно, здесь достаточно значимо, если муниципалитет определит и муниципальную группу, которая осознает разрыв образовательных возможностей, как некую проблему, да, задачу, которую нужно решать, и определяет куратора у каждой школы, которая обозначена как школа с низкими результатами и в сложных социальных условиях, и уже определяется работой. Причем, ну, вот по опыту других регионов, что вот такая работа, она предполагает работу не только со школами в сложных контекстах, с низкими результатами, но и также в школах, которые с высокими результатами становятся наставниками, потому что необходимо не только осмысливать свои положительные практики, но и нарабатывать то новое, да, развиваться, что можно будет передавать в школу, которая нуждается в таких образовательных практиках. Вот. Также направление, которое связано с финансовым обеспечением, как вариант здесь, ну, такой первый, первого шага видится, во-первых, предоставление и обеспечение социально-медико-психологического сопровождения, потому что, ну, вот наш анализ по краю школ данного, данной категории показывает, что не во всех школах есть социальные педагоги, не во всех школах есть психологи, хотя тот контингент, который есть в школах, очень в этом нуждается. Вот. Это специально выделение оплачиваемых часов для консультирования, для взаимодействия между собой, причем здесь взаимодействие как межшкольное, то есть на уровне такого горизонтального взаимодействия, так и взаимодействие с методистами, муниципальным уровнем, вот консультантами, и школой с хорошими, сильными результатами как наставником, и, конечно, методическое и инструментальное обеспечение деятельности образовательной организации. Следующие принципы можно выделить, ну, вот, реализации данного направления. Это формирование на уровне управления общих моральных ценностей, культуры высоких ожиданий и доверия к педагогическому корпусу и поощрения сотрудничества, причем доверия на уровне того, что педагоги, то есть в этом направлении может быть совершена ошибка, и это не ошибка, а такой некий опыт, ну, вот, для того, чтобы, ну, те санкции, которые могут быть за ошибку, не были препятствием для реализации взаимодействия или пробных шагов. Вот, формирование инфраструктуры, поддержки школ и учителей, работающих в сложных условиях, и направление фокуса системы управления на образовательные достижения учащихся. Вот, причем, еще раз обращу внимание, что достижения учащихся, они оцениваются очень индивидуально и применительно к ситуации и условиям каждой конкретной школы и каждого конкретного территориального образования, в котором эта школа функционирует. Включение в работу всех уровней управления в практике оценивания качества и подготовки педагогов. Когда подготовка педагогов, собственно, и выбор тех курсов, повышение квалификации, которые они для себя определяют как приоритетные или возможны, строятся исключительно на основе конституализации данных школы, тех, собственно, сложных контекстов, которые в этой школе и есть, с пониманием, что именно они мешают достигать более высокие образовательные результаты. То есть, либо же проблема в родителях, или это вопрос в том, что дети с неродным русским или иное. Сочетание прозрачной внешней отчетности и внутренней оценки, самоанализа школы. Здесь предполагается большая аналитическая работа и сопоставление тех данных, которые показываются в отчетности как результаты деятельности, и то, что сама организация для себя определяет как некими, может быть, дефицитами, либо же, возможно, как, наоборот, профициты, которые можно использовать для преодоления контекстов и повышения образовательных результатов. И большой акцент делается на мониторинг и диагностику образовательных организаций. Здесь очень важна достоверность данных, которые образовательные организации предоставляют, и учет этих результатов при принятии управленческих решений. Потому что очень странно было наслышать от нескольких муниципалитетов, когда осенью 2016 года Учащая школа экономики, которая является таким незримым участником, методологически обеспечивающим реализацию этого проекта, проводила анкетирование для того, чтобы на основании индекса социального благополучия определить школы, у которых есть сложные контексты. Муниципалитеты, собственно, говорили, что сложных контекстов нет. Хотя потом в разговоре выяснялось, что и социально-экономически неблагополучные семьи есть, и депрессивные районы, и удаленность. Это опять к вопросу осознания этой проблемы и как задачи для деятельности. Очень важно соблюдение баланса контроля и автономии. Собственно, проект тоже на это направлен. Вот когда самостоятельность школы в аспектах своей деятельности, которые влияют на результаты, сочетается с рациональным взвешенным контролем со стороны муниципального уровня. И причем контроль не только с точки зрения требований, а контроль с точки зрения понимания, какая помощь необходима, какие результаты ожидаются, и такое сопровождение, о каким образом эти результаты достигать. Некоторые муниципалитеты уже обращали внимание на то, что вот такой баланс контроля и автономии возможно достигать, и когда используются иные методы управления, не те, которым привыкли всегда. То есть такое принуждение, наказание, четкое спускание инструкций сверху вниз. А когда, например, используется технология коуча, причем есть и специальные программы по обучению коучу в образовательных организациях, когда самой образовательной организации оказывается помощь, чтобы увидеть сложности свои, увидеть свои возможности и использовать их в нужном направлении. И следующий принцип – это дифференциация инструментов поддержки в соответствии с особенностями контекста и актуальной ситуации школ. Здесь мы видим, как один из вариантов – это кластеризация школ и, собственно, определение вот этих инструментов и практик, когда можно их предлагать для внедрения и хорошо использовать, может быть, уже тот опыт, который есть у некоторых муниципалитетов – это межмуниципального сотрудничества в рамках этого принципа. Несколько особенностей выявлено нами, которые есть в Красноярском крае, что наблюдается некий такой профессиональный, как мы называли, тормоз педагогических кадров, когда нет такой четкой выстроенной перспективы, она абсолютно не встроена, то есть развитие каждого педагога не встроено в концепцию школ, а часто и самой концепции нет. Хотелось бы видеть школы, которые обозначены для работы по этому направлению, как осмысливающие важность определения для себя программы развития, причем такой перспективной, и что в эту программу развития встраиваются и все принимаемые решения на уровне материально-технического обеспечения и роста кадрового потенциала. Следующая особенность нашего края – это потребительская позиция родителей как участников образовательных отношений. Общаясь с школами данной категории, очень часто слышатся фразы, причем это независимо от муниципалитета, что вы хотите, у нас такой контингент, у нас такие родители, у нас такие дети. Позиция родителей может быть, как скажите, что надо, мы сделаем, но это, наверное, такая лучшая позиция, либо же делайте все, что считаете нужным, это ваша работа и самоустранение родителей. Конечно, в рамках повышения качества образования в школах заявленной категории видится, как очень хороший, сильный инструмент – это привлечение родителей в образовательную среду, в образовательное пространство, и их участие, и как пример, и как некий ресурс, который тоже может пополнять информации, особенно там, где есть дефицит кадров. Следующий – это сильнейший дефицит коммуникативной культуры, который наблюдается как на уровне коммуникации педагогов между собой, педагогов с обучающимися, обучающимися внутри своей субкультуры. И поэтому, собственно, видится в рамках этого направления тоже деятельность по преодолению этого препятствия. И наличие детей с девиантным поведением и детей с УВЗ, которые, как ни странно, в противоположность того, что было заложено законодательством, когда вводилась та же инклюзия, как раз дети с девиантным поведением становятся неким примером и мерилом поведения всех других обучающихся. И поэтому, конечно, на это тоже нужно делать акцент, внимание и, собственно, педагогов обучать, как с этим справляться и готовить их к этому. Большое спасибо за внимание. И по конкретным мероприятиям, которые предусмотрены в рамках нашего проекта, я передаю слово Юлии Михайловне Залеге, нашему руководителю проекта. Коллеги, день добрый. У меня, наверное, самая легкая миссия. После тех внешних рамок, которые нам поставила и обозначила Лариса Ивановна, и о таком конкретном углубленном рассмотрении того, что предполагается в рамках реализации мероприятия 2.2, которую она сделала Инга Эльдаровна, мне остается только поставить такие небольшие точки по тому направлению, как же конкретно будет реализоваться мероприятие 2.2 в Красноярском крае. Вот сразу забегая вперед, наверное, я отвечу на вопрос, который у нас негласно конкурсирует с одних на другие вкладки. Сертификаты за данный вебинар по умолчанию выдаваться не будут. Это установочный вебинар для органов власти. И именно на основании этого вебинара мы планируем, что в муниципалитетах развернется работа по направлению 2.4, направлению 2.2, за реализацию которых взяло ответственность наше Министерство образования. Ну, как бы нонсенс выдавать за это сертификат. Ну, а теперь поехали конкретно к мероприятию 2.2. Значит, у нас такой интересный момент только получается. С марта 2017 года Красноярский институт повышения квалификации утвержден и обозначен как стажировочная площадка по реализации мероприятий ФЦПРО в этом году. И если посчитать сроки действия нашего проекта по любому направлению что 2.4, что 2.2 в этом году они длятся 9 месяцев. То есть у нас с вами есть ровно 9 месяцев чтобы родить идеи, как это сделать, выходить их и в конце концов в декабре месяце на гора выдать какие-то результаты. Вот круговорот, который представлен сейчас у вас на слайде, он, конечно, не отражает те все 9 месяцев, в которые мы с вами будем работать, но общая логика реализации мероприятия 2.2 заключается в следующем. На основании входного мониторинга, основанием для которого послужили данные результатов АГЭ, ИГЭ, КНК работ и Индекса социального благополучия школ, Центром аналитики Красноярского института повышения квалификации был отобран перечень школ которых можно отнести к школам, показывающих стабильно низкие результаты и школам, находящихся в неблагоприятных социальных условиях. И вот этот входной мониторинг определил нам ту рамку, тот пулу школ, с которым мы в крае должны начать работать в самый первый момент. На основании этого конкурса, на основании этого отбора нами будет объявлен конкурс. Конкурс стартует буквально сегодня-завтра. Документы находятся на вычетке у... Надежды Викторовны Анохиной. Надежды Викторовны Анохиной. Надежды Викторовны Анохиной. И информация об объявлении конкурса будет размещена на сайте Министерства образования и на сайте Красноярского института повышения квалификации. Значит, какие конкурсы у нас предполагаются? У нас предполагается два конкурса. Более подробно я о них скажу дальше. Первый конкурс – это конкурс по отбору школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, которые станут непосредственными участниками проекта. То есть это те школы, с которыми будут работать муниципалитеты и Кривой институт повышения квалификации. Второй конкурс направлен на отбор тех самых сильных школ, школ наставников, школ партнеров, о которых говорила Инга Ильдаровна, на которых мы возлагаем большие надежды, что они станут на самом деле партнерами института в рамках реализации этого направления и окажут большую поддержку школам, которые находятся у нас в неблагоприятных социальных условиях и показывают низкие образовательные результаты. Далее, нами запланирована на протяжении всего этого периода серия региональных и межрегиональных вебинаров и семинаров. На протяжении всего времени у нас будут проходить мониторинги, если входной мониторинг проводился институтом повышения квалификации, то углубленный мониторинг, который будет проходить, опять же, на протяжении всего времени реализации проекта, он будет у нас внешний и внутренний мониторинг. Внешний мониторинг будет проводиться сотрудниками КСССР по повышению квалификации, внутренний мониторинг будет проводиться непосредственно самой школы, которая войдет в проект. Также предусмотрено у нас повышение квалификации для школьных команд, которые войдут в проект. И предполагается, что в рамках повышения квалификации и всех мероприятий, которые у нас в проекте предусмотрены, В школах будет разработана программа перехода к эффективному управлению или программа повышения качества образования в конкретной образовательной организации, к реализации которой школа и должна будет приступить как минимум в сентябре. К концу года у нас предполагается итоговый мониторинг, где мы посмотрим дельту от входного мониторинга до углубленного входного мониторинга, на какой школе удалось за этот короткий период продвинуться, будет скорректирована программа развития и соответственно будут намечены пути на дальнейшую работу. Ну а теперь обо всем этом более подробнее. Первое, конечно, с чего мы должны начать и с чего мы уже начали, это создание тех самых рабочих групп, которые будут координировать работу по направлению мероприятия 2.2. Сразу скажу, что на региональном уровне региональная координационная группа утверждена приказом Космейской статусы по повышению квалификации от 9 марта. Значит, соответственно, ожидается, что в течение марта-апреля на уровне муниципалитетов будут созданы муниципальные рабочие группы, в которых будет определен муниципальный координатор, который будет координировать работу школ муниципалитета, которые войдут в проект. И, соответственно, нам надо понимать, какие обязательства у муниципалитета будут по отношению к реализации данного проекта в их муниципалитете. Забегая вперед, скажу, что приказы такие должны быть созданы во всех муниципалитетах Красноярского края, вне зависимости от того, войдет ли данный муниципалитет в проект или нет. Объясню, почему. Почему? Мы не собираемся ограничиваться только 2017 годом. Понимая, что пока ресурсы у нас ограничены, у нас предполагается участие в проекте 22% школ и числа школ, которые определены перечнем, школ с низкими результатами и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях. На сегодняшний момент это порядка 114-116 школ, то есть на данный год в проект может войти 25 школ. Но с января 2018 года у нас предусмотрено расширение пула школ, которые будут участвовать в данном проекте. И прогнозируется расширение его до 60% школ, то есть это как минимум половина школ Красноярского края. И соответственно, если муниципалитет уже сейчас входит в данную работу, введет это направление среди основных направлений своей деятельности, то к 2018 году он уже подойдет подготовленный, понимая, что, как, какие сроки ему необходимо делать, на что ему необходимо обратить внимание. Сразу скажу, что в рамках работы по мероприятию 2.2 у нас будет открыто, создано открытое информационное пространство, в котором будут размещаться все документы проекта, доступ к которому будет открыт для всех муниципалитетов, как для тех, которые находятся в проекте, так и для тех, которые по каким-то причинам в проект в этом году могут не попасть. Именно поэтому повторюсь, что муниципальные приказы по созданию рабочих групп, курирующих направлений, и работающих в данном направлении должны быть созданы у каждого муниципалитета. И, конечно, мы делаем большой акцент на создание школьных рабочих команд, в принципе, тех самых команд, которые и будут способствовать, ну-ка, мы будем теми самыми, ну, можно сказать, рабочими лошадками, которые будут у себя на практике, на местах реализовывать ту самую программу повышения квалификации, программу повышения качества образования, которая и будет, ну, которая и будет разработана данным коллективом. Значит, количество людей в школьной команде не ограничено, но количество людей, с которыми мы будем работать, которые мы будем приглашать на мероприятия, которые мы будем реализовывать в рамках данного проекта, это 5 человек от каждой школы. Такие школьные команды, скорее всего, уже в школах есть. Они могут называться по-разному, творческие группы, инициативные группы, именно школьные команды. То есть здесь не важно само название, ну, то есть набор слов, а важна комиссия и та работа, которую группа этих людей выполняет в своей образовательной организации. Итак, самое ближайшее время у нас, как я говорил, уже стартуют два конкурса. Вот еще раз повторюсь, буквально сегодня-завтра будет объявлен конкурс по отбору школ для проведения мероприятий по разработке школьных программ о повышении качества образования. Значит, именно для этих школ, повторюсь, их будет 25 школ, именно для этих школ будут организованы все эти мероприятия, про которые мы говорим. Это семинары, это вебинары, это повышение квалификации самой школьной команды, и именно эта команда берет на себя ответственность по разработке школьной программы, повышению качества образования и ее реализацию. С апреля-мая стартует у нас конкурс по отбору школ с высокими образовательными результатами, и основная миссия этих школ, повторюсь, да, это обеспечение поддержки школ, показывающих низкие результаты и находящихся в неблагоприятных социальных условиях. Значит, свое видение, каким образом эта поддержка будет организована, я скажу чуть позже. Сразу скажу, что по прохождению конкурса, значит, предположительно ориентировочно результаты конкурса 1-го будет у нас объявлено 13-го апреля, будут назначены персональные кураторы школ, то есть из числа региональной команды будут назначены кураторы, за которыми будет закреплено порядка 3-х, максимум 4-х школ, которые будут сопровождать на протяжении реализации всего проекта данную школьную команду. То есть будет оказываться консультационная поддержка, при необходимости будут организованы выезды непосредственно в школу, и, соответственно, этот куратор будет помогать и школе, и школьной команде разработать ту самую программу повышения качества образования, которую школьная команда должна разработать. Какие региональные семинары планируются в рамках реализации проекта? В апреле с 17 по 21 апреля планируется региональный семинар совместно с высшей школой экономики и с приглашенными участниками из других регионов. Ориентировочно это у нас будет присутствовать Томск, Новосибирск. Это такой вводный семинар по введению в проект, то есть по пониманию того, что и как у нас в крае будет происходить, и каким образом будет осуществляться именно разработка программы повышения качества образования. На этот семинар, соответственно, уже 17 апреля будут приглашены все школьные команды, школы-победители конкурса. При этом запланировано участие представителей этой школьной команды в конференции «Практики развития». В частности, как раз у нас там будет организован круглый стол, в котором будут обсуждаться проблемы школ с низкими результатами, школ, находящиеся в социальных условиях. Таким образом, в рамках данного семинара у нас идет сам семинар, отчасти знакомство с кураторами, которые будут сопровождать данные школы, и участие в конференции «Практики развития». В мае-июне планируется семинар «Оценка образовательных результатов в условиях реализации в ГОС, мировые тенденции и опыт края». В рамках данного семинара планируется передача инструмента для проведения углубленного мониторинга школьным командам. Еще раз напомню, что часть углубленного мониторинга проводится силами школьного коллектива, и передача инструмента, то есть что и как сделать, планируется именно в рамках данного семинара. Значит, сразу скажу, что обработка, интерпретация данных, полученных в рамках углубленного мониторинга, это остается за центром аналитики Постоянского института повышения квалификации. Задача школы – провести такое исследование и получить данные. Соответственно, центр аналитики обязуется каждой школе отдать вот эту аналитическую записку по тому, используя таком проведенного мониторинга. Потому что эта аналитическая записка ложится, ну, то есть вяжет в основу написания программы повышения качества образования в конкретной школе. В августе этого года, скорее всего, это будет приурочено к августовскому педсовету, до или после день, у нас был проведен семинар «Возможности сетевого взаимодействия для повышения качества образования». Значит, в рамках данного семинара мы планируем вас познакомить с теми сетевыми методическими объединениями, которые уже действуют в Красноярском крае, о которых говорила Лариса Ивановна. Здесь же мы хотим представить опыт, так сказать, организации сетевого взаимодействия между школами. Здесь же мы хотим попросить школы, которые у нас окажутся победителями школ с высокими результатами, школ-лидерами, школ-наставниками, представить свои планы работ, свои идеи, свой школьный уклад. И, соответственно, мы в рамках данного семинара планируем, что были заключены некие партнерские договора о взаимодействии школ, назовем их лидерами, и школ, которые вошли у нас в проект по повышению качества образования в своих школах. В августе-сентябре мы планируем провести такой, назовем его, скажем, какой-то школой, уже по представлению опыта, в рамках которой школы-лидеры покажут свои мастер-классы по данному направлению проекта, а школы, которые уже вошли в проект, презентуют свой опыт по тому, что у нас уже происходит, то есть какие изменения в школе уже произошли. Немножко выбивается из представленных семинаров два семинара, которые запланированы нами тоже, которые пройдут с периода с мая по сентябрь, быть может быть, в формате вебинаров. Это семинары по написанию грантов. В рамках данных семинаров будут даны обзоры существующих грантов на повышение качества образования, будут разобраны подходы, как оформить грантовую заявку, что мне надо включать, как писать грантовую заявку, и мы очень надеемся, что у нас найдутся такие школы окаянные, которые все-таки победят, выигрывают какой-то грант в данном направлении, улучшив тем самым свою и финансовую возможности реализации проектов, которые они вступят. В сентябре-октябре по обязательствам Красноярского края будет проведено два мероприятия, это межрегиональный вебинар и межрегиональные семинары, в котором уже мы планируем презентовать тот опыт работы, который есть в Красноярском крае. Соответственно, раз основное название межрегиональное, то мы планируем, что в данном семинарах примут участие регионы, которые реализуют данное направление в своих краях и областях. Предположительно, что мы будем звать территории, которые близки к нам, это Новосибирск, Томск, Якутия, Хакасия, быть можно берем себя Колянство и позовем Ярославль и другие территории, но в любом случае хотелось бы показать, что в Красноярском крае достигнуто за этот краткий период, тем паче, что, как говорила Инга Альдаровна, заделы в крае в этом направлении у нас есть. И нам есть, что показать. Следующий, теперь немножко более подробнее про мониторинги. Еще раз, входной мониторинг уже проведен, это март-апрель, на основании этого входного мониторинга, напоминаю, составим перечень образовательных организаций, которые могут подать заявку на участие в конкурсе, из которых будет отобрано 25 школ участников. Прорезуточный углубленный мониторинг будет осуществляться с двух сторон, внешний и внутренний. Внешний мониторинг будет проводиться сотрудниками Центра аналитики и кафедры управления и экономики Краснодарского института повышения квалификации. Основной уклон внешнего мониторинга углубленного это анализ эмоциональной и коммуникационной составляющей коллектива и влияние вот этого контекста на образовательные результаты школьников. Внутренний мониторинг это еще раз повторюсь мониторинг, который проводится силами школьного коллектива. Туда включены анкетирование, наблюдение и так далее. Передача инструментария состоится в рамках семинара, который пройдет у нас в мае-июне. Выходной итоговый мониторинг будет проведен опять Центром аналитики Краснодарского края совместно с Центром оценки качества образования Краснодарского края, в рамках которого мы посмотрим какой прирост случился у каждой школы за время работы в данном проекте. Ориентировочно выходной итоговый мониторинг это где-то октябрь-ноябрь месяц. Повышение квалификации. Еще раз говорю, повышение квалификации это повышение квалификации школьной команды. Вообще очень важно, чтобы во всех мероприятиях, которые в рамках данного мероприятия будут реализовываться, школьная команда в составе пяти человек присутствовала в постоянном составе. школьной команды, именно потому что вот именно вот этот пул, вот именно этот костяк школьной команды, да, она и будет признана, ну как бы, будет тем самым ядром, который будет менять что-то в своей школе. Значит, кого мы хотим видеть в составе школьной команды? Обязательно мы хотим видеть руководителя образовательной организации, то есть директора школы. Мы хотим видеть заместителей, как минимум одного заместителя директора. Мы хотим видеть социального педагога, дефектолога или логопеда. То есть если таких ставок нет, ну в какой-то текущий момент таких ставок нет, то надо понимать, что если в школе ну как бы есть дети с УВЗ или есть дети с девиантным поведением, то как бы штатное расписание школы может быть пересмотрено и такие ставки могут появиться. Значит, и соответственно мы хотим видеть творчество учителей, то есть тех учителей, которым не безразлична судьба самой школы, не безразлична образовательные результаты детей и вообще не безразлична все то, что происходит в той школе, в которой они работают с теми детьми, которых они учат. Вот таких вот пять человек мы хотим видеть в рамках данной команды. Ужение квалификации ориентировочно нами намечено на май-сентябрь. Сейчас идет обсуждение и утверждение программы, но я могу сказать, ну как бы формата проведения программы, не содержания, формата, потому что мы хотим сделать ее модульное, и то есть такое, что, например, вы приезжаете на первую сессию, например, в мае, в июне, потом у вас есть такт, когда школьная команда работает самостоятельно, и, например, мы в августе собираем на вторую сессию, где уже смотрим наработки школ, уже будет проведен вами углубленный мониторинг, то есть у вас появятся новые данные для анализа, на основании которых и разрабатывается программа повышения качества образования, то есть основной продукт, который будет получен в рамках повышения квалификации, это та программа повышения качества образования, которая будет реализовываться школьным коллективом. Значит, в рамках программы повышения квалификации будет уделено большое внимание разработке нормативных актов, по работе с детьми, с трудными подростками, по повышению коммуникативной компетентности педагогов, будут сделаны большие акценты на проектирование. То есть наша программа о повышении качества образования будет описана и реализовывается в формате проекта. Будет сделан большой задел на проведение мониторингов или внедрения в школу, в школах поддерживающие оценивание, ну или другие формы мониторинга, которые может и должен владеть каждый педагог, работающий в современной школе. Вот вкратце, да, о чем там будет и речь. Что будет проходить, ну как бы параллельно всеми мероприятиям, которые будут увеличены школы. Значит, будет разработано не менее двух региональных программ повышения качества образования и, соответственно, будут разработаны нормативные, пакет нормативных актов, которые будут обеспечивать реализацию разработанных региональных программ повышения качества образования для школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных и неблагоприятных социальных условиях. По окончанию проекта планируется выдача, разработка методических рекомендаций для школ. И я думаю, что все школы, которые уже войдут в данный проект в 2018 году, уже получат методические рекомендации, которые адаптированы под наш опыт, под опыт Красноярского края. И в рамках этих методических рекомендаций будет опубликован опыт Красноярских школ по реализации вот этого мероприятия 2.2 и записанием личного опыта. Мы планируем, что каждая школа, то есть и 25 школ, которые войдут в проект, опишут свой опыт по реализации программ повышения качества образования, опыт по написанию этой программы. Но в сборник у нас войдут, соответственно, там, если мы можем все 25, это, конечно, идеальная картинка, но не менее 5 опытов будет представлено на всеобщее обозрение. Что мы хотим от муниципалитетов? Помимо создания рабочей группы, которая будет курировать данное направление в своем муниципалитете, мы считаем, что муниципалитет включится и в информирование общественности своих муниципалитетов по реализации мероприятий в данном направлении. Я уже повторяю, что мы создадим открытое информационное пространство, которое, может быть, будет доступно не только для руководителей муниципальных органов власти, и оно будет доступно для девятеров, для учителей, оно будет доступно родителям, и, соответственно, об этом надо будет информировать общественность своего муниципалитета. Мы считаем, что в рамках реализации мероприятий в своем муниципалитете муниципальные органы найдут возможности съемки сюжетов и представления их на муниципальных телевизионных компаниях, проведение интервью с директорами школы, быть может, написание статей с директорами школы и школьными коллективами о ходе реализации данного мероприятия в конкретном муниципалитете. То есть курирование – это не просто передача того, что сказали на региональном уровне школам. Это, как говорила Ильдарна, ну, грубо говоря, больше администрирование. А мы хотим увидеть здесь муниципалитеты, которые на самом деле не только хотят, но и оказывают поддержку своим школам. Если муниципалитеты изыщут средства и возможности оказания финансовой поддержки школам, которые проводят проект, ну, это, я считаю, будет верх реализации проекта в данном муниципалитете. Итак, что мы ждем от вас в ближайшее время? До 14 апреля 2017 года на свой адрес я жду копии приказов с печатями, подписями о создании муниципальной рабочей группы с указанием кратких обязательств муниципалитета по реализации данного направления в своем муниципальном муниципалитете и с указанием персонального координатора данного направления в своем муниципалитете. До 6 апреля мы ждем шквала заявок от школ по участию в мероприятиях, ну, даже заявок на конкурс по отбору школ с низкими образовательными результатами, школ находящихся в неблагоприятных социальных условиях. Еще раз скажу, в положении о конкурсе список школ будет размещен. Соответственно, вы уже, когда будете знакомиться с положением о конкурсе, вы увидите предложения школ, которые вошли в данные, которые могут сейчас в этом году в конкурсе, и вы можете уже, ну, грубо говоря, понимать, какие у вас могут уже при создании рабочей группы, у вас уже могут либо укрупниться ваши обязательства, либо наоборот более конкретизироваться, если вы предполагаете, что школы вашего муниципалитета точно в этом году уже войдут в данный проект. Ну, тут же, значит, сразу прошу муниципалитета задуматься о том, что буквально в конце апреля будет объявлен конкурс для выявления школ с высокими образовательными результатами. Соответственно, уже сейчас надо понимать, какая школа может подать заявку и заявить себя как партнером Красноярского института повышения квалификации и заявить себя как школа-наставника для школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социально-экономических условиях. Открою небольшую тайну, что материалы, которые предоставляются школам, то есть конкурсная заявка для школ первого конкурса и для школ второго конкурса совершенно одинаковы. То есть уже сейчас, когда вы увидите требования к конкурсной заявке для школ с низкими результатами, вы уже можете понимать, какие документы, то есть какая конкурсная заявка будет для школ с высокими результатами. Ну, вот как-то так. Еще раз говорю, мы открыты для сотрудничества и готовы с вами работать. А сейчас, я понимаю, ответы на вопросы, да? Ну, коллеги, давайте мы ответы на вопросы построим в рамках того, как вы нашли доклады. Сначала Лариса Вановна и создали. У меня просто два вопроса, связанные с анонсированием направления создания школьных информационно-библиотечных центров. Первый вопрос. Новые школьные информационно-библиотечные центры будут создаваться на конкурсной основе? Да. Общая схема не меняется. Как и в прошлом году, будет объявлен конкурс. Условия участия, я думаю, это уже не сильно понимаем, что мы сейчас еще раз смотрим положение о конкурсе, корректируем ее. И ориентированность в середине апреля, конкурс будет объявлен. Следите за объявлениями на сайте Красноярского краевого института повышения квалификации. Ну вот, собственно говоря, я на второй вопрос я ответила. Когда будет объявлен конкурс, каковы требования для участия в нем? Участие в нем могут принимать точно общепрозвольные организации, в которых есть школьные библиотеки. Более подробно уже надо будет следить за объявлением о конкурсе. И приложением к объявлению будет положение об этом конкурсе, где требования участникам будут указаны. Хочу еще дополнительно сказать, что ориентированность в середине апреля мы планируем начать давно уже не проходившее в край повышение квалификации работников школьных библиотек. Разработана программа повышения квалификации. По плану мы в этом году должны обучить сток школьных библиотекарей, педагога-библиотекарей уже как-то по-новому. Поэтому также следите за информацией, которая будет на сайте Института повышения квалификации и в рамках работы сетевого методического объединения школа-школьная библиотека 21 века. Продолжение следует... На часть вопросов ответит моя коллега, это наш региональный координатор данного направления, Инна Ильдаровна, а на часть отвечу я. Сейчас Волинги и Ильдаровны. Спасибо, Юлия Михайловна. Поступил вопрос относительно состава школьной команды. Могут ли быть... То есть учителя какой ступени желательно, чтобы в составе команды были. Такого точно указания нет и рекомендации. То есть школа сама определяет, какие учителя нужны. Юлия Михайловна обращала внимание, что должен точно быть директор и заместитель, социальный педагог, психолог, либо логопед, который понимает и работает с теми проблемами и с теми контекстами, в которых функционирует школа. И собственно он и встраивает в образовательный процесс, и те результаты мониторинга, о которых Юлия Михайловна говорила, он повышает коммуникативную среду, коммуникационную, он задает уровень формирования той атмосферы, в которой образовательная деятельность идет. Как нам видится, что желательно, чтобы это были учителя всех ступеней, либо акцент на то, где у учителей есть инициатива, готовность к переменам, желание личного роста и роста тех, кто находится с ними рядом. Кого директора, заместитель видит, ну как своих таких партнеров, единомышленников и помощников, и которые могут, то есть такие лидеры за собой повести и весь коллектив тоже. Я предлагаю еще смотреть на то, где у вас вот точечно есть проблема, то есть где зависают сильно образовательные результаты. Можно еще брать эту ступень. И второй вопрос, если нашей школы в перечне нет, а можем ли мы участвовать? Ну, то есть точно в конкурсе вы участвовать не можете, потому что конкурс – это такая очень формальная процедура, и она опирается на те документы, которые регламентируют условия участия в конкурсе, соответственно, и список школ, ну, собственно, это и есть одно из условий, да. Вот, но это не означает, что ваша школа не попадает в данное направление. И, собственно, институт, как я уже говорила, ведет работу тоже в направлении повышения качества образовательных результатов, образовательной деятельности в школах с низкими результатами, в школах со сложными контекстами, и даже в школах, которые резилиентны, то есть они преодолели свои сложные контексты, и им важно сейчас удержать это положение и даже выйти на более высокий уровень. Вот, и поэтому мы работаем в рамках уже кафедры управления экономики и права, поэтому вы обращайтесь к нам, и мы будем смотреть, какие у нас есть возможности для сотрудничества, ну, и реализации вот вашего запроса. Спасибо. Ирина Михайловна, да, ответит на следующий вопрос. Я немножко добавлю, Лиза Гульдаровна. Ну, вот смотрите, это я к составу школьной команды. Если у вас, когда вы пишете программу повышения качества образования, вы понимаете, что охватить за вот этот короткий период изменения сразу в трех ступенях, ну, это нонсенс. Поэтому вот углубитесь в написание вот этой программы, где точно вы будете, ну, как бы, в виде изменения. Если это начальная школа, то сделать акцент на начальную школу, понимая, что через 3-4 года дети из начальной школы перейдут в основную, там у вас уже будет мягко-бело и пушисто, и вы будете продолжать эту линию, ну, дальше, до выпуска этих детей, понимая, что и как надо делать в своей школе, когда будут приходить новые дети. И взаимодействие между ступенями. Да, соответственно, да, вы сразу можете построить и взаимодействие между ступенями, вот Инга Гаррена подсказывает. Значит, следующий моментик. Где можно познакомиться с результатами входного мониторинга и где можно посмотреть перечень выделенных школ? Я уже отвечала, я просто повторюсь. Перечень выделенных школ будет в приложении к конкурсу, положение о конкурсе, буквально опубликован сегодня-завтра на сайте Министерства образования и сайте Института по школьной квалификации. Соответственно, во все органы управления образования муниципалитетов поступит информационное письмо о начале конкурса. И там будут указаны все места, что где расположено. То есть, таким образом, вы сможете увидеть, вошла ваша школа в перечень, можно участвовать в конкурсе или нет. Результаты входного мониторинга будут опубликованы у нас в открытом информационном пространстве, о котором я говорила. Будет он у нас создан, информационное открытое пространство будет у нас создано на базе сайта дистанционного обучения Красноярья. Они будут опубликованы после 17 апреля. Почему после 17 апреля? Потому что буквально на днях сайт дистанционного обучения Красноярья закрывается на модернизацию. У нас будет совершенно другой сайт, совершенно другой адрес. И размещать сейчас то, что мы закроем через 2 дня, смысла у нас нет. Открывается после модернизации сайта 17 апреля. И поэтому 17 апреля эти документы будут размещены. Опять же, в органы управления образованием будет направлено информационное письмо о том, что такой ресурс создан. И нужно использовать приглашением зарегистрироваться о нем и принять участие в работе. Если вопросов больше нет, коллеги, то мы вообще гениально практически уложились в отведенное нам время. Инга Эльдаровна свой электронный адрес дала. Мой электронный адрес тоже в презентации есть. Материалы вебинара, повторюсь, будут расположены на сайте Красноярска института повышения квалификации в разделе «Вебинары». Там же будут размещены все презентации. Так что, если у вас возникают вопросы, пишите, звоните. Будем стараться на них оперативно отвечать. Всем спасибо за внимание. И напоминаю еще раз. Убедительная просьба. Заполните форму участия в вебинаре. Чтобы мы посмотрели, какие муниципалитеты у нас сегодня участвовали и с кем мы будем взаимодействовать практически в первую очередь. Все.